всем привет это новый выпуск рубрика бизнес после шоу сегодня мы приехали в санкт-петербург а именно к ребятам салон красоты кроп чтобы узнать как развивается их бизнес после участия шоу теперь я босс кстати кто смотрел выпуск теперь я босс на телеканале пятница я думаю вы уже заметили то что на вывеске отсутствует бренд персоны почему так получилось давайте пообщаемся с ребятами узнаем чем дело кстати если вы не успели посмотреть выпуск на телеканале пятница ссылку оставляю тут приятного просмотра знакомься лон и андрей основателей салона красоты кроп привет всем привет а это его на геннайтис и андрей ромашов совладельцы салона красоты и академии парикмахерского мастерства кроп в санкт-петербург рассказывать как ваши дела после участия в шоу как вы заметили при входе вывеску мы все-таки убрали это заметил сразу давайте этот интересный момент обсудим позже сейчас предлагаю пообщаться о вашем бизнесе если я правильно понял у вас до открытия этого салона не было предпринимательского опыта без планы написали с тобой в кафе за сколько за два часа брикмахерский бизнес вот с какими трудностями столкнулись когда открывали салон если говорить о конкретно о бизнесе да и с каким проблемами столкнулись здесь но я не могу выделить ничего потому что так все сложилось что уже в процессе ремонта мы нашли команду это были как мастера с опытом уже со своей клиентской базы также мастера которые стали уже опытными сейчас который в котором ходит огромное количество клиентов если говорить вообще о конкретно там выручки или как у нас сложилось первое место мы работали в плюс потому что я и андрей мы являемся до сих пор работающими мастерами и мы открывали салон мы знали что если мы даже вдвоем будем здесь работать мы уже покроемся расходы аренды выпуски говорила что инвестиции для старта этого салона составили два с половиной миллиона вот на что пошла основная часть если честно ну вот сразу же такой большой суммы у нас не было первоначальная сумма которая у нас была где-то миллион наверное полтора и потом мы еще до как бы до иски в виду вносили деньги в бизнесе первоначально все естественно пошло на ремонт вы говорите что уже пять лет работать в этой нише скажите насколько сейчас развита конкуренция в этой сфере не часто такой вопрос и если вообще в принципе говорить про сложности с которыми сталкиваюсь самая основная сложность для салона красоты это именно команда многие салоны не выдерживают на рынке так как у них нет профессиональной команды то есть я считаю что нужно либо создавать такой мощный бренд и так его прокачивать что будет идти именно на имя салона но это сложнее когда ты новичок либо выходить на рынок уже сильной командой выпуск его говорили что у вас выручка но чистая прибыль очень варьируется есть месяц да в которых можно заработать 20000 есть месяц который можем заработать 200000 с чем это связано но скорее мы наверное говорили что выручка варьируется по академии потому что академия бизнес обучения он существует не так давно и здесь все зависит от сезонности если говорить про салон мы здесь мало зависим от сезонности вот например если взять прошлый год в январе у нас было очень много клиентов и но можно было даже этот месяц сравнить он был рядом с декабрём он давай пообщаемся о самом проекте скажи когда ты узнала что три дня будешь управлять такой сетью как персона андрей мы едем в сеть имидж лаборатории персона эти были первые мысли первые эмоции ну наверное первое да это я знала кто является их директором я понимала что это но адекватный человек ну и второе я сразу узнала что мне нужно будет персоне поменять то что это бренд я знаю существует на рынке давно но так скажем он уже немножко устарел я четко знала какие моменты смогу привнести и как я смогу улучшить бизнес вот уже на месте большого босса скажи было ли сложно самое наверное сложное это было взаимодействие с командой и просто ну нежелание слышать отсюда вопрос как тебе удалось уже в первый же день настроить практически весь штат сотрудников против себя впечатление то первое было нормально а потом начался она придиралась это было видно в принципе и она очень негативно настроила команду по отношению к себе это все из-за позиции я босс я выше и вы все должны делать так как я говорю ее как лидера и как босса как директора никто не воспринял ну я являюсь руководителем уже пять лет я знаю что для любого коллектива сложно что-то меняет особенно если они долгое время работают в каком-то одном контексте и делают вот так то любые изменения и тем более от человек который они видят первый день естественно для них вызвали сложности и вызвали некоторую агрессию да это поговорим про изменения которые ты внесла тебе очень понравилось то что сотрудники кушают в зале то у нас здесь зона кофе кушаем и также здесь видит наше место такое мастера идят прямо в зале до идёт при клиентах это недопустимо и сразу решила это изменить решила убрать стол чтобы наконец-то как мастера перестали там есть не трогайте этот стол пойдемте вот эту штучку сейчас несём сюда я сейчас на него сяду если бы его не поставить он стоит даже чем весь бизнес илона я вас очень прошу поставьте стол на место генеральный директор я поэтому делаем то что говорю я объясни почему тебе не нравится идея первое с чем я столкнулась это что сотрудники кушали в зале и клиенты там аккуратненько как-то сидели на жердочке но для меня это немножко дико потому что салон это не место для для еды это все-таки место где оказывается сервис и сотрудники очень агрессивно восприняли именно то что почему не можем здесь есть мы здесь ели и есть будем с командой персоны участвовал в дизайн маркете сегодня здесь мероприятие дизайн маркет так как мы являемся имидж лабораторий из наша задача сейчас приглашать клиентов максимально показать на что мы способны так как мы все-таки имидж салон эту концепцию необходимо поддерживать и как мне кажется там тебе удалось найти общий язык с командой даже поладить я первый раз увидела в ней не босса а человека который действительно что-то пытался сделать илона парикмахер справилась там где потерпела крах илона босс скажи насколько полезны такие мероприятия для салона соглашусь дизайн маркет очень была реально классная идея это сто процентов да то что я получил от этого результат во первых мне удалось намного ближе познакомиться с командой пообщаться с ними и цель моя была наверное показать со своей стороны не только как директора а именно как парикмахера то есть я встала с ними на одну позицию то есть мы были на уровне и я работала с ними взаимодействовала даже большей степени не как директор а как парикмахер илон игорь выпуске говорил о бизнес карте у сбербанка появился новый продукт кредитная карта для бизнеса этот похожий инструмент как наличную кредитную карту только бизнесовую и она позволяет закрывать если есть кассовые разрывы покупать например продукт розничный и тем самым поддерживать свой бизнес когда не хватает оборотных средств скажи если вы уже успели воспользоваться этим продуктом насколько это полезно и насколько это удобно для бизнеса бизнес карты мы никогда не пользовались и мне понравилось это предложение и сейчас мы в данный момент подписываем с сбербанком договор именно на использование этой карты из того что у нас уже получилось сделать мы поменяли эквайринг теперь мы работаем в сбербанком и сбербанк предложил очень хороший процент по эквайрингу более выгодный и мы с удовольствием пошли и мне кажется это классный шаг по поводу эквайринга скажи как часто ваш клиент оплачивает именно карты когда мы только открылись наши клиенты в основном платили наличкой это может быть как-то меньше было меньше было применяемо вообще в принципе в бизнес сейчас наверное процент соотношения но восемьдесят процентов хотят платить карты многие используют да многие используют разные программы у первых лояльности там бонусная система либо кто-то копит мили и сейчас клиентам выгодно платить карты они это любят и мы замечали что когда клиент платит карты то человек обычно получается больше поэтому для многих бизнеса кто не там не ставит расчет банковскими картами они на самом деле проигрывают андрей выпуске был очень неприятный момент когда игорь решил проверить кресло на чистоту смотри ну иди сюда блин не знаю что что вылезет если бы вы были обычной парикмахерской ну вы же претендуете конечно и вы сами срете себе на голову для меня это ну просто позор как сейчас обстоят с этим дела устранили проблему но достаточно странно для меня появление волос там было хотя шоу я отшутился что ну на самом деле откуда они взялись ведь у нас парикмахерский салон если честно мы теперь следим за этим местом но все-таки я подозреваю что это была такая легкая подставная история потому что но невозможно появиться в таком количестве волосам в этой зоне уже зона мой куда клиент не идет постриженный с него не собраться волосы такая история достаточно мутная мне очень интересно услышать твою обратную связь насчет клиентского дня который провел игр клиентский день это день команды мы охватываем клиентов которым важна скидка приходите и получите скидку еще праздник было ли это полезно и прибыльно интересно для твоего бизнеса что касается клиентских дней я могу сказать что эта тема действительно интересная и мы на каком-то этапе углубившись совсем творческие процессы подзабили на такие истории но обязательно мы я буду пользоваться технологией которой игорь мне посоветовал потому что все-таки как бы принимательным для меня ну в таком стопе находится а что скажешь насчет тренинг от игоря было ли полезно для тебя и для твоей команды я вам привез ивана лучшего бизнес-тренера по сервису мы разработали совместный тренинг который называется живой сервис я не могу сказать что это тренинг был для меня чем-то новым я проходил аналоговое обучение различных других тренеров прям крайне полезным он для меня не стал просто я немножечко взбодрился в этом направлении игорь также рекомендовал тебе полезную платформу для предпринимателей деловая среда как парикмахер он развивался 10 лет то как бизнесмен он не развивался у него в голове была каша на эту тему сейчас есть образовательная платформа деловая среда вот сбербанка формате 120 секунд собраны очень сжатые лайфхаки какие-то ценности от крутых предпринимателей современности бери и делай уже успел воспользоваться и что полезное подчеркнул для себя сказать так что я пользовался наверное нет потому что после съемок передачи и после всего того что с нами была сама погрузились просто мощную пучину какой-то профессиональной деятельности на прям очень сильно улыбиться нет но я естественно заходил на сайт сбербанка а где все это представлено там действительно поставлены клевые инструменты классные говорится лайфхаки которые можно использовать в своей работе кстати вопрос по технике игорь предложил несколько техник продаж продукции я тебе предлагаю попробовать сегодня несколько технологий продаж мы можем поставить на столике у специалистов и тогда мастер когда закончит свою работу он может предложить этот продукт когда открытая полка продукт начинает продаваться его можно потрогать его можно понюхать его можно нанести это начало продаж чтобы у ваших мастеров на рабочем месте была выкладка продукции чтобы клиент мог взять потрогать посмотреть и также открытые полки но я пока этого не видел прям открытые полки у нас присутствуют но и не присутствуют в зоне при входе но есть некие опасения все-таки люди разные иногда ну может что-то пропасть администраторы несут ответственность за 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 зону продаж что касается техники продаж рядом с креслом в нашем салоне это не так возможно просто потому что у нас немного по-другому устроена мебель мы как раз таки попытались таким образом сделать наши зеркала чтобы все стояло за чтобы не было вот этого как вот в обычных салонах куча каких-то полок с какой-то кашей и мешанин и сама продажа продукта проходит именно мастером клиенту конкретно в данном случае илон игорь вас салоне сделал небольшую перестановку мы здесь будем делать зону ритейла и рецепцию перенесем сейчас туда мы здесь можем поставить столик и два кресла вот это место она такой велкам зона должна быть гостевая и тебе это очень не понравилось это куда пошло меня вот больше вот это честно раздражает у игры была идея такая чтобы администраторы не сидели а просто как хостес здесь встречаю людей но она просто в полном шоке и из нее прям за было делать может он еще сюда поставил бы не знаю столик из туалета и как сейчас я вижу вы все вернули на свое место почему да было дело вообще ко всему отношусь достаточно лояльно и если я вижу какие-то изменения мне нужно понять почему это было сделано и ведь в этом какую-то логику перестановки игоря и вообще абсолютно никакой логики не видела зачем и почему то есть какой-то диван который просто режет пол зала если у игоря была цель изменить рецепшен но заказали бы тогда какой-то ну достойный рецепшен для этого салона потому что мы столкнулись с тем что приходят клиенты и они просто не понимают куда им податься где вообще где что находится естественно все вернули назад то что мы работаем не первый месяц и любые какие-то изменения мы согласовываем с нашим дизайнером и все это мы придумывали вместе поэтому естественно мы все вернули назад давай перейдем к самому важному интересному мне честно говоря не понимаю что сейчас происходит потому что когда я смотрел выпуск изначально ты была против коллаборации персоны и кропа это просто это позорище первое на что меня жутко взбесило это наша вывеска и слова персона где вообще наша табличка где наша вывеска не считаю что может приходить человек и ставить свое имя рядом с именем которое наработано годами это без тактно вот но потом после общения с игорем вроде ты эту историю одобрила и как подтвердила я думаю все вот будет коллаборация персоны и кропа мы бы могли открыть несколько салонов под совместным брендом мне было бы интересно и я думаю что андрея тоже у меня абсолютно вообще все взаимно конечно мы бы это сделали сами однозначно но делать это классной профессиональной команде это значит учиться расти и делать лучше но сегодня заходя ваш салон я не увидел логотипы персоны на ваши вывести возможно вами да или возможно слушателями было неправильно понят вообще смысл коллаборации бренд кроп он уже на рынке пять лет и мы ценим и любим свой бренд и для того чтобы создать такую классную команду да и вот это пространство было приложено очень много усилий вот я просто не позволю чтобы через тот бренд который мы создавали чтобы через через нас другой бренд просто улучшал свои показатели потому что кроп сейчас на рынке актуален мое предложение было таково что мы можем соединить наши лучшие стороны то есть стороны кропа или и стороны персоны и создать что-то новое более интересное то есть единого бренда персона кроп мы не увидим нет не увидите никогда выпуски вы говорили что на следующий год планируете открывать еще два салона если не секрет как вы планируете привлекать инвестиции либо свои какие-то уже изображения да это правда на следующий год у нас большие планы мы хотим открыть два салона красоты если говорить про инвестиции то мы хотим привлекать либо инвесторов либо возможно также будем рассматривать кредитные средства и вам как в общем проект повлиял на себя и на твой бизнес увеличились ли выручки узнаваемость повысилась первую очередь конечно вдохновение потому что любом предпринимателе ну что же говорит вообще любому человеку иногда нужно что за такое что вот вообще взбодриться и начать работать просто на максимум своих возможностей для нас это было именно так то есть конечно да конечно узнаваемость она повысилась и участие мне кажется в любом проекте это классно мы за любое участие мы открыты для нового и мы знаем кто мы есть поэтому какого такого прям страха не было но сейчас и приятно пожинать плоды проекта спасибо вам за открытое приятное общение желаю вам успехов и быстрого роста спасибо вам что приехали вообще будем рады какому дальнейшему общению теперь ваш бизнес официально прокачивала мы любим все официально спасибо что досмотрели этот выпуск до конца обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски и мне очень интересно услышать вашу обратную связь в комментариях напишите как вы думаете салону красоты кроп лучше развиваться под своим брендом или в коллаборации с персоной и напишите почему вы так думаете не забывайте делиться нашими роликами в своих социальных сетях всем успехов пока и